МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дома под снос. Ни одна инстанция, ни регистрационная палата, ни органы ОПЕГИ, которые мне одобрили сделку, никто мне не сказал, что там будет такая-то зона. Какие вопросы у жителей Казани вызвал новый генплан, услышал Сергей Хайдаров. Учению нет. Не закроют, хотя у него про это даже не говорилось сначала. Школа закрылась, а долги остались. Сколько человек пострадало после закрытых курсов английского языка в Казани, узнал Рамиль Шайдолин. Подготовка к отопительному сезону. За газ у нас просроченная задолженность составляет 528 миллионов рублей. Такие районы задолжали за ресурсы, и почему котельные не ремонтируют репортажи Анны Городновой. Муслюмова сегодня простились с Лилией Нуреевой. На 35-летнюю женщину обрушилась кровля магазина. В результате урагана в Татарстане пострадали 7 человек. В республике сегодня подсчитывают ущерб. В результате разгула стихии 80 тысяч человек по всему Татарстану остались без света. Жители 29 районов Татарстана могли наблюдать сильнейший вихрь, местами напоминавший смерч. Альбина Минебаева увидела, что осталось после разгула стихии. После сильнейшего ветра в семье Нуреевых сегодня траур. Родственники хоронят Лилию Нурееву. Девушка погибла во время урагана. Трагедию этой семьи переживаю как свою личную. Для меня Лилия была родным человеком. Ураган Муслюмова разыгрался в 6-м часу. Ветер буквально сорвал крышу магазина, где и работала 35-летняя женщина. Лилия уже выходила на крыльцо. В это время и сорвался один из металлических листов. Муж приехал, чтобы забрать. Работу закончили она. Она видит, что она просто до машины не дошла. Два шага. Семья погибшей Рустам Миниханов сегодня выразил соболезнования и поручил выделить миллион рублей в качестве компенсации. Все обстоятельства трагедии теперь выясняют следователи. Будет изучаться соответствие кровли требованиям безопасности, а также качество ремонта, который проводился в 2013 году. На данный момент решается вопрос о назначении необходимых исследований. По результатам проверки будет принято профессиональное решение. Сметало, вертело и срывало крыши. И так в 29 районах республики. Сотни жителей наблюдали из окон пугающий экшен. А вот семья Елчуевых из Зеленодольского района оказалась в эпицентре стихии. Нога все здесь осталась, а туловище, все тело там было. И мы вот с этим бруском старались вот эти все доски поднять. На глазах Альмира это каркасное строение рухнуло, как карточный домик. В этот момент мальчик с мамой и с другом были в поле. Конструкция дома накрыла их с головой. Первым выбрался Ильнур и поспешил за помощью. Только после приезда скорой выяснилось, у мальчика сломана нога. В магазин забежал и вызвали скорую, спасателей и все. Видите, они все исковерканные. Вот как будто бумагу. Мы берем А4 и вот он вот так мнется. Вчера для директора Бирюлинской школы было точно не для образных сравнений. За полвека учебного заведения. Это первый удар стихии. Ровно в 14.01 на территории был настоящий вихрь. Этот свищ, ну это вот мое видение. Вот он когда полетел, я находилась у себя в кабинете. И вот где-то там в каком-то подсознательном уровне, думаю, сейчас что-то произойдет страшное. 30 секунд понадобилось для того, чтобы школа лишилась части своей крыши. Вот так вот она сейчас выглядит после нашествия стихии. Два листа остались на месте. Ветер успел их скрутить, но все-таки не сорвал. Обещают, что до 3-го числа восстановят полностью крышу. Это все из крыши, 8 листов. Ну собрали уже почти все. Владельцы частных домов от ними из первых ликвидируют последствия урагана. Дом Рамзии Закировы один за другим лишался шифера. Всего порядка пяти домов в деревне Новый Корлай пострадали от сильного ветра. А вот по всей республике таких домов полсотни. Ничего не было видно, даже соседей. Кружило вертел, все вокруг. Стихи оставило без электричества больше 80 тысяч человек. Свет восстанавливали постепенно накануне вечера. На ликвидации ЧС было занято 500 человек. А вот ущерб от стихии только подсчитывается. Альбина Минибаева, Амир Зарешев, Ленар Генатуллин, Алина Мусина, Марат Зайдулин, Андерсон Тальцев. ТНВ, Арский, Высокогорский, Зеленодольский, Муслюмовские районы. В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков завтра в Казани отменяются все праздничные мероприятия в парках и скверах, запланированные по случаю Дня защиты детей. О новой дате программы будет сообщено дополнительно. Погода такая, что сегодня все разговоры о тепле. Предстающую зиму и как ее пережить без потери обсуждали сегодня в Доме правительства. Внеплановая проверка Ростехнадзора показала, тепловые сети изношены, нужна реконструкция. Тему продолжит Анна Городнова. Надо было следить за этим. Только деньги. Царапались нас и все. В минус 11 полторы тысячи человек в марте остались без тепла. Здание котельной на улице Портовой обрушилось. Тогда причинами аварии назвали нестабильность грунта из-за резкого перепада температур. Сегодня в кабинете министров назвали другую версию. Недостаточно техническое обслуживание, содержание и ремонт зданий котельной. Вследствие чего происходило замачивание несущих строительных конструкций. На месте котельной сейчас пустырь. Здание разобрали после аварии. Все котельные республики решили внепланово проверить. Обследовали более трех тысяч объектов. Больше половины в удовлетворительном состоянии. Почти 600 нуждаются в ремонте. Если вопрос не решить, следующие аварии неизбежно предостередли на совещании. Вот наглядный пример. Здание на Карла Маркса дало трещины. Паспорта готовности к отопительному сезону поручил президент. Нужно подготовить заранее, чтобы не повторить прошлогоднюю ситуацию. Тогда их не сдали в срок. Паспорта готовности по шести муниципалитетам нет. Да, наверное, были какие-то вопросы. Вот я вопросы задавал. Но эти вопросы мы должны решать. Никто за нас это не решит. У нас все документы должны быть. Подготовка из земли это вопрос номер один. Мелочей здесь нет. Прошедший отопительный сезон стал переходным. 924 дома и соцобъекты Казани перевели на индивидуальные тепловые пункты. 92 центральной котельной и 101 вывели из строя. На ИТП перешел и целый поселок Урусу. Местную ГРЭС ликвидировали. Люди, наши жители получили экономию за коммунальные услуги по теплоснабжению. Вот только по двухконтурным котлам это примерно двухкомнатная квартира 48,3%. Квартиры, где люди самостоятельно установили электрические котлы отопления. Но и в этом случае затраты на тепло снизились на 30%. К отопительному сезону сейчас нужно подтянуть платежеспособность коммунальных организаций. Только за газ 528 миллионов рублей долга. В черном списке предприятия тепловых сетей Зеленодольска, Бугульмы и Елабуги. По предложению президента во всех районах нужно провести образовательные семинары, чтобы решить проблемы до подачи тепла. Анна Городнова, Рандель Гарипов, ТНВ, Казань. Появится ли новый общественный транспорт в Салават-Купереи, чьи дома могут снести в Залесном? Сегодня в формате вопрос-ответ жители Казани обсудили новый генплан города с представителями администрации и разработчиками. Как выяснилось, предстоящие изменения у горожан вызвали немало вопросов. Ваше предложение, ваше мнение очень ценно для нас. Сегодня в концертном зале ДК поселка Залесный аншелак. Какое здесь бывает редко. На экране новый генплан города. Изменений в нем немало. Где-то появятся высотки, школы и детсады. Где-то расширят дорогу и, возможно, снесут дома. А где-то не изменится ничего. Первый вопрос коснулся комплекса Салават-Купере, а точнее местного маршрутного транспорта. Скажите, пожалуйста, планируется ли еще водиться общественный транспорт в Салават-Купереи и когда? Планируется в первую очередь. Планируется скоростной трамвай, на котором в течение 15, максимум 20 минут сможете доехать до Большого Казанского кольца и далее к центру, либо к первой станции ближайшей метрополитены. Со своей проблемой сегодня пришли и жители поселка Новая Сосновка. Их дома могут попасть в зону строительства новой магистрали? Этот вопрос волнует порядка 300 человек. Ни одна инстанция, ни регистрационная палата, ни органы ОПЕГи, которые мне одобрили сделку, никто мне не сказал, что там будет какая-то зона. Эти земельные участки никогда муниципалитету города Казани не принадлежали. Муниципалитет эти земельные участки не продавал. Вы бы участвовали в торгах и покупали бы эти земельные участки в торгах. Вы не участвовали, вы купили их у третьих лиц. Вопрос сноса домов коснется и Залесного, сообщили сегодня представители исполкома на публичных слушаниях. Согласно новому геймплану Казани, на месте этой дороги в поселке Залесный появится развязка, которая должна исправить проблему пробок. Но вот только чтобы ее построить, предварительно нужно снести сразу 15 домов по улице Осиновская. Своё согласие на это местные жильцы уже дали. И сейчас идет оценка территории и имущества. После окончания заседания жители еще не расходились. Обсуждали проблемы более детально. Они уверены, их пожелания и предложения учтут и отобразят в геймплане. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Сегодня в Челнах открыли новый центр временного содержания на страны-граждан, нарушивших условия пребывания в нашей стране. Его строили по евростандартам и обошлось оно бюджету республики в 400 миллионов рублей. Центр рассчитан на 370 мест. Здесь есть отдельные женские, мужские и семейные комнаты, детские игровые помещения и пищеблок. На территории за ее пределами установлены камеры видеонаблюдения. Мы все понимаем, что это не преступники, что условия должны быть и человеческие, в то же время они должны быть изолированы и готовиться к принудительному дворению, для того, чтобы соблюдать закон о решении судов. Этот центр построен по самым последним требованиям, по самым последним слову техники. И уверен, что лучше такого центра на сегодня нет в России. Ушли по-английски. В Казани конфликт между слушателями и руководителями одной из школ английского языка. Заплатив за год обучения, учащиеся остались ни с чем. С февраля школа закрыта, деньги за курсы не возвращают. Как язык до банкротства довел Рамиль Шайдулин. Единственное, что на сегодняшний день осталось от этой замечательной школы, в кавычках, вот это стенд Инфинити-школ. Все остальное это несколько тетрадей и сотни тысяч впустую потраченных рублей. Заплатив за год вперед, посещали лекции казанцы лишь пару месяцев, а после двери Инфинити-скул закрылись, говорят студенты школы. Открытыми остались только кредиты. Для обучения брала кредит на 49 500 в октябре месяце. И до октября нужно оплатить студенту очного отделения, денег нет. В этом доме никогда не слышали об английской школе, но именно здесь ее официальное место регистрации. Улица Красная Позиция, дом 11. И если здесь все закрыто, то судя по сайту в школе уже открыт новый прием. Инфинити-скул вообще это не юридическое название организации. Юридическое название организации это общество с ограниченной ответственностью образовательный центр. Лицензия была получена в ноябре 16-го года. Срок лицензии бессрочный. В настоящее время она является действующей. Как сейчас рассказывают казанцы, после первых отмененных занятий они встречались с директором. По их словам, он сослался на финансовые трудности, мол, даже зарплату преподавателям нечем платить. Про это даже не говорилось сначала. Он почему-то сам про это заговорил. Ну а о закрытии школы не было и речи. Правда, слушатели курсов перестраховались и даже записали беседу на телефон. Вот эта запись. Сейчас денежные средства, понятно, что мы не сможем вам выплатить. Единственное, что мы их, конечно, все посчитаем и с вами заключим доп. соглашение с указанием сроков возврата. То есть, возможно, частями разобьем на 2-3 части и после этого будем выплачивать. Но денег никто не получил, утверждают пострадавшие. Из-за студентов вступился Роспотребнадзор. Управлением составлено 37 протоколов о административном правонарушении. В настоящее время также подано 2 коллективных иска. Дела будут рассматриваться в Советском районном суде города Казани. В Советском районном суде уже рассматривают индивидуальные иски и по некоторым есть решение. Суд пришел к угодам в основности заявленных требований и частично удовлетворил исковые требования местных жителей. Одно гражданское дело в стоящее время находится в производстве. Слушатели верят, что им вернут, если не курсы, то хотя бы деньги, надежда на суд и следствие выйти на руководство школы самостоятельно уже не получается. Извините, набранный вами номер временно заблокирован. Рамиль Шайдулин, Андр Сентальцев, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И не детские шалости. В центре Казани неизвестные бросали презервативы с водой в прохожих. Видео обсуждают в соцсетях. На кадрах видно, автомобиль на большой скорости едет по городу и парни целятся в людей на остановке. При этом громко смеются. Когда именно произошел инцидент, неизвестно. В МВД сообщили, что вся информация сейчас уточняется. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Десять лет с момента триумфа. Казань. Как универсиада изменила Казань и жизнь татарстанцев. Слава Тухмадулян. Клик качества. Первый эффект я ожидаю, если будет переход 1 июля, где-то к Новому году. Вот так, ноябрь примерно, уже начнут построить цепочки, особенно по молочкам. С 1 июля сельхозпроизводители перейдут на систему сертификации «Меркурий». Для чего она создана, об этом Рамиль Шайдолин. Министерство молодежи и спорта республики разделят на два ведомства. Об этом заявили в Казанском Кремле. Вопрос внесут на рассмотрение депутатов Госсовета Татарстана на ближайшей сессии. Кто возглавит новые структуры, пока не сообщается. В Акбарсбанке все стабильно, но надо повысить рентабельность. Такую задачу сегодня поставил Рустам Миниханов. В Казани прошло годовое собрание акционеров. Как сообщили, прибыль в плюсе. Зачем банкиры обзавелись новым брендом и что он означает, узнал Дмитрий Аринин. Технология оплаты при помощи лица. Такой способ расчета без кошелька и телодвижений сейчас тестируют банкиры, чтобы пустить в широкие массы. Суть технологии в том, что камеры видеонаблюдения по базе данных узнают клиентов. И с их счетов автоматически списываются деньги, когда им нужно расплатиться. Например, в общественном транспорте. Абсолютная безбарьерная среда. То, что называется, мы можем не беспокоиться о том, что ребенок забыл кошелек дома. Или то, что у него украли деньги, телефон, и он абсолютно безопасно доберется до дома. Развивать такие технологии, делать все, чтобы быть ближе к клиентам, сегодня банкирам поручил Рустам Миниханов. Чистый прибыль составил 97 миллионов рублей. Президент сказал, рентабельность должна быть выше. Уже сегодня было сказано, эффективность растет. Но нам надо расти еще более серьезно. Рентабельность у нас пока не соответствует общероссийским показателям. Чтобы не клиент к вам шел, вы приезжали. Это, я считаю, что очень нормально. Клиент будет работать с тем, кто более гибкий, кто более удобный. Сегодня банкиры в очередной раз развеяли слухи. Банк не закрывается. Как сообщили дела в экономике страны, пошли в гору. И все в порядке и с финансовой устойчивостью. Это вот как Леонид Ильич на одном из съездов сказал, что вот нам говорят, что третий год не урожай, потому что засуха. Ну, значит, засуха для нас норма. То есть вот сейчас уже третий год, там, допустим, говорят, что барсы закрываются. Значит, это норма. Работа в такой информационной среде. К слову сказать, кстати, наши клиенты уже к ней адаптировались. Скажем так, мы не видим реакции по оттоку вкладов. В банке объяснили, с чем связаны изменения бренда и что означает новый логотип. Некоторые в нем уже успели разглядеть скрепку, а другие – арабскую вязь. Некоторые называют его аэроэкспрессом. Соответственно, в первую очередь, это цветовой луч. Предыдущий бренд, он абсолютно олицетворял свою эпоху, но приходит время перемен. То, что вы видите на выходе, это, по сути, решение, за которое проголосовали наши клиенты. Сегодня на собрании утвердили новый совет директоров и решили, куда пойдет прибыль. Почти все деньги останутся в составе нераспределенной прибыли. Дмитрий Айринович от Мухаммедов, ТНВ, Казань. Год назад на филиале ТГК-16 Казанской ТЭЦ-3 запустили новый энергоблок на базе газотурбинной установки производства General Electric. Он не имеет аналогов в России. Так, совместная работа группы компаний ТАИФ, СОЭС и сетевой компании решили многолетнюю проблему дефицита в Казанском энергорайоне. Казанская ТЭЦ-3 увеличила выработку электрической энергии почти в три раза. Установлена мощность станции, увеличилась в два раза. Несмотря на такие значительные результаты, в компании постоянно работают над повышением надежности энергоснабжения и показателей эффективности работы КТЭЦ-3. Так, ГТУ находится под постоянным сопровождением инженерного центра ГИИ. Любые вопросы сразу берутся в проработку по схеме круглосуточно 7 дней в неделю. И в кратчайшие сроки выдаются рекомендации по их решению. В настоящее время завершаются работы первой инспекции камеры сгорания турбины в рамках сервисного договора с ГИИ. Плановая инспекция направлена на обеспечение надежности работы горячего тракта газовой турбины. Помимо сервисных работ, по инициативе ГИИ на ГТУ были установлены модернизированные детали камеры сгорания и первой ступени турбины, чтобы повысить ее надежность и эффективность. Подготовка ГТУ проводится в том числе с целью обеспечения надежного электростомбжения города Казани в преддверии чемпионата мира по футболу, который начнется уже 14 июня. Сухое или натуральное теперь покупателей не обманешь. С 1 июля в стране переходят на электронную систему сертификации Меркурий. Это значит молоко, мясо, яйца и другую сельхозпродукцию производители будут обязаны отражать в электронной федеральной системе. Какие преимущества она даст и частным фермерам, и крупным комплексам? Рамиль Шайдулин. Кто-то по старинке сдает молоко сборщикам, а чьи-то литры могут попасть в торговые сети. Гарантию на стопроцентное качество даст федеральная система Меркурий. Одними из первых ее внедряют на ферме Райнура Ахматова. Пока сложно. Надо же что-то сейчас, кого-то подобрать, обучать. Тем более в сельском месте мало кого еще более толкового найти. Но так должно быть не везде, о чем говорит и концепция развития Меркурия. По ней фермеру пользоваться системой должно быть максимально просто. Не через громоздкие компьютеры, а просто через смартфон. Фермерские хозяйства и огромный аппаратный комплекс Меркурия будут связаны онлайн. Фиксируется каждый литр и каждый килограмм. Так Россельхознадзор намерен бороться с фальсификатом. По прогнозам системы через полгода он исчезнет с перелавков. Первый эффект я ожидаю, если будет переход 1 июля, где-то к Новому году. В ноябре примерно уже начнут выстроиться цепочки. Особенно по молочке там все быстро происходит. Частично в Татарстане уже перешли на Меркурии. Ведомство выдало более 11 миллионов сертификатов. С июля они станут обязательными без регистрации в Меркурии. Фермеров и крупные предприятия сначала предупредят, а потом оштрафуют. Максимальное наказание – полмиллиона рублей. Рамиль Шайдулин, Данил Цилатов, ТНВ, Казань. Столетние юбилеи отмечает сегодня Альметьевская первая школа. С круглой датой их коллектив поздравил председатель госсовета Фарид Мухаммедшин и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Сегодня гости пообщались с учителями, выпускниками разных лет, а также посетили школьный музей. Фарид Мухаммедшин передал благодарность президенту республики педагогическому коллективу. Русамин Иханов отметил, что школа по праву считается одним из лучших образовательных учреждений Альметьевского района. Школа до сих пор сохраняет традиции, которые были заложены сто лет назад учителями тех лет при поддержке руководства города, при поддержке компаний «Татнефть» и малых нефтяных компаний. Эта школа стала благоустроенной. Эта школа имеет все атрибуты дальнейшего развития. День, который изменил историю. Ровно 10 лет назад Казань выиграла право стать хозяйкой универсиады 2013. Всемирные студенческие игры для Казани – это 30 новых спортивных комплексов, 11 развязок, 1000 километров обновленного асфальта, 3 новые станции метро. Если еще в 2008-м спортом интересовался каждый пятый житель республики, то сегодня каждый второй, а это полтора миллиона человек. Как универсиада изменила жизнь и менталитет татарстанцев в репортаже Салавата Мухаммадулина. Казань стала столицей универсиады 2013 года. Приветствую вас на всемирной летней универсиаде в Казани. Исямисис. Главный, как говорит молодежь, хайп от универсиады в Казани получил спор. Середина дня, а в тренажерных залах – ажиотаж. Во многих странах после Олимпиады вынуждены, допустим, либо разбирать объекты, либо превращать их в какое-то другое, допустим, в Кельтинке, в стадион олимпийский. Там рынок. Пекинский стадион, англиче, гнездо, его разобрали. В Казани, я считаю, очень грамотное было решение. Павловская государственная академия физ, культура, спорт, туризм сегодня имеет 2800 студентов. Сразу из 72 регионов страны. Павловская академия – центр, откуда начинается массовый спорт. Универсиада дала спортивные объекты, а они, в свою очередь, тренерские кадры. Я с Кеверской области, город Междуреченск, Сибирь, приехала в Казани, потому что здесь много интересного, много баз для тренировок. Я приехал из Нижнего Новгорода, потому что здесь предоставляются очень хорошие условия, как и проживание, так и, в принципе, по учебе. Специально к универсиаде в Казани было построено 30 новых спортивных объектов, и ни один из них сейчас не впустует. Не верится? А вы сходите на тренировку. Большое внимание мы уделяем, естественно, людям нашего старшего возраста, это пенсионерам. Люди приходят сюда, занимаются своим собственным здоровьем за какие-то 50 рублей. Я теперь без плавания не могу. Если я неделю не поплаваю, это уже все. И депресняк, и настроение плохое. В соседнем зале дворца водных видов спорта дети у всех в мечтах Олимпиада. Когда я не мог прыгнуть, я то есть говорил, если я это не сделаю, то все, на этом закончится. Но я беру и прыгаю. Будущих чемпионов универсиады в Казани сегодня готовят в училище Олимпийского резерва. Пинг-понг, волейбол и борьба – это место встречи спортсменов со всей страны. Четыре студенты у нас выступали учащиеся в училище, стали призерами. Всемирные универсиады и семь человек, выпускников, также являлись участниками. Современная спортивная инфраструктура стала инструментом по формированию здорового образа жизни в республике. Спортом в Татарстане сейчас занимается полтора миллиона человек. Это 41,5% населения. Мы значительно опережаем цифры нашего Приволжского федерального округа и целым по стране. Спортом в республике сейчас занимается каждый второй. Только в комплексе «Бустан» каждый месяц тренируется 11 тысяч студентов. Бассейн «Буревестник» каждые 30 дней принимает до 40 тысяч казанцев. Центр гимнастики – 3 тысячи. Спорткомплекс «Москва» – 4,5. Дворец единоборств – 8 тысяч. Мне классно, конечно, показать личную книжку волонтеров, потому что в свое время я тоже им был. А ведь до универсиады волонтерского движения в России практически не было. Айрат Гадиатов, ныне заместитель министра строительства, проходил испытания, квесты, писал свой гимн универсиады. Это история словно из сказки. Пример того, как всемирные игры поменяли жизнь. Я встречал гостей в русском доме. И все те знания, которые были в волонтерстве и тема умения. Здесь я каждый раз могу тысячи примеров привести, насколько можно переносить эти знания и умения на нашу работу. Все началось именно с Казани. И Россия, как организатор крупных спортивных соревнований, начала открываться миру именно с нашей столицы. Казань! Универсиада! Десять лет, как мы выиграли заявку. Это была, наверное, самая высокая нота, самая невероятная эмоция, которая была за последнее время. Но в моей жизни как минимум. Сегодня Казань – это город с лучшей спортивной инфраструктурой в Европе. Так универсиада стала для Казани не только международным имиджевым событием. Положительный эффект от всемирных студенческих игр почувствовали именно сами местные жители. Спорт пошел в массы. Амундяль по водным видам спорта, Кубок конфедерации, Чемпионат мира по футболу помогает держаться ему в тренде. И восхождение на пьедестал мировых спортивных столиц Казань начала ровно 10 лет назад. Хозяйку оценивают по накрытому столу, говорят татарские рестораторы. Дни чемпионата мира они намерены представить на суд гостей весь вкус татарской кулинарии. Главное – качество. Акцент на халяли и натуральные продукты. В меню кафе быстрого питания будут треугольники фрика, стыбы и бургер, беляши и губодия. Обслуживающий персонал должен знать три иностранных языка и уметься доступно рассказать гостям, как готовить национальные блюда. И на этом наш выпуск завершен. Впереди еще прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмазга-Фиатов. Хоккеисты Акбарса получили чемпионские перстни. На вечернем чествовании клуба помимо золотых медалей игрокам вручили отдельные награды. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко вручил памятные медали хоккеистам, участвовавшим во всех сезонах с момента основания лиги. Их получили Свитов, Зарипов, Обухов, Токранов, Глухов, Попов и Потапов. Памятным призом отмечен автор 35-тысячной шайбы в регулярных чемпионатах КХЛ Никита Яськов. Кроме того, президент Казанского Акбарса Наиль Маганов вручил хоккеистам команды чемпионские перстни. Вместе с золотыми медалями хоккеистам Акбарса вручили Кубок чемпионов страны. Его получили Даня Зарипов и Андрей Марков. Футболисты Рубина стали еще на шаг ближе к домашнему чемпионату мира. В контрольном матче против сборной Австрии сразу два игрока из Казани вышли на старте и отыграли весь поединок. В Инсбурге сборная России сразилась против местной национальной команды в рамках подготовки к Мундиалю. Игра показала, что пока не все позиции у сборной России налажены. Наша команда уступила с минимальным счетом сборной Австрии 0-1. Игроки Рубина Федор Кудряшов и Владимир Гранат вышли в стартовом составе сборной России и провели на поле все 90 минут встречи. Окончательный список футболистов должен быть представлен не позднее 4 июня. А дальше команда ждет заключительный контрольный матч против Турции. И в завершении к новостям волейбола Казанский «Зенит» продолжает пополнять свой состав. Ранее сообщалось, что клуб пополнился Эрвина Монгапетом. Сейчас подписали нового блокирующего. В следующем сезоне в составе нашей команды будет выступать Вадим Лихошерстов. Один из самых высокорослых игроков чемпионата России. Последние 4 сезона выступал в «Факеле», с которым в 2017 году выиграл Кубок Вызова. Третий по значимости европейский клубный трофей. Его рост 2 метра 16 сантиметров. Также в прошлом году Лихошерстов дебютировал в составе национальной команды России, сыграв 9 матчей в мировой лиге. Затем Вадим помог студенческой сборной завоевать серебро Всемирной универсиады. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Встречаем первый день лета совсем не летней погодой. 1 июня в Татарстане будет холодно, местами пройдут дожди. Подробнее после интересная информация. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугольме, Бавлы, Ознакаево будет облачно. Местами возможен дождь и всего 7 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность с дождем и 7 градусов тепла. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске около 6 градусов тепла. Будет пасмурно и дождливо. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси. Днем воздух прогреется до плюс 7, местами с дождем. Для юго-западной республики первый день лета будет облачным, прохладным, но без осадков, плюс 8. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши пройдут дожди и 8 градусов выше нуля. В последующие дни дневные температуры немного станут выше, а вот ночи местами возможны заморозки. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ «Южный» по адресу город Казань, проспект Победа, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. От болезней на растениях вам поможет «Ризоплан». Ростельхозцентр «Казань» 277-82-29. Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Ростельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность временами с дождем. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Продолжение следует...